Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В селе Верхняя Беранда ко дню знаний открылась новая школа. Новоселье. Сегодня здесь отметили 260 учеников. 1 сентября в Сочи превратили еще и в день футбольных знаний. Специальные уроки в преддверии чемпионата мира прошли в 10 школах города. В Сочи стартует ежегодный открытый фестиваль органной музыки. В этом году он посвящен 80-летию Краснодарского края. Они далеко не слабый пол. В Сочи проводят тренировочные сборы женская команда России по тяжелой атлетике. Сегодня день знаний. Торжественные мероприятия прошли по всей стране. Начало учебного года отметили и в школе номер 1 станицы Динской. 30 лет назад ее окончил губернатор Краснодарского края. А сегодня Вениамин Кондратьев с супругой привели в первый класс свою дочь. Надя немного волновалась, но с гордостью дала первый звонок, открыв новый учебный год. По традиции первоклашку с колокольчиком пронес на плече отличник из 11-го. Компания детства встречает в первый звонок нового учебного года. Я тоже волнуюсь за свою дочь, которую сегодня привел в первый класс. Волнуюсь за то, как она примет школу и как школа примет ее. Это же тоже очень важно. Это дружба, это контакт со школой, с коллективом, с новыми друзьями, с которыми ей предстоит прожить целых 11 лет. Первая школа – это школа с традициями. Учителя, которые здесь были и которые есть, это основа тех жизненных навыков, которые вы будете нести с собой по жизни. А вы должны, конечно, максимально эти знания получить. Потому что чем больше у вас будет знаний, тем больше будет и богаче наша Кубань. После торжественной линейки школьники отправились на первый урок – единый всекубанский классный час. Детям рассказали об истории Краснодарского края. С учениками пообщался и Вениамин Кондратьев. Он пожелал только хороших отметок в дневниках. Ну а в Сочи сегодня за партой сели 40 тысяч школьников. Среди них более 7 тысяч первоклассников. И к 1 сентября в городе свои двери для более чем 200 детей открыло новое учебное заведение. Здесь будет школа-сад. Решили в верхней беранде и за год построили целый комплекс – среднюю школу и детский сад. 170 миллионов рублей было выделено из краевого бюджета и 100 из муниципального. И вот на месте ветхого одноэтажного здания появилась трехэтажная школа с большими светлыми классами. Она оснащена современным оборудованием. Находиться здесь приятно и ученикам, и преподавателям. День знаний и новоселье сегодня здесь отметили 260 школьников. Для них организовали праздник со всеми атрибутами. Форму многим ребятам подарила Лига женщин «Мост Добра». Школа не просто сохранила всех учеников и педагогический коллектив. И воспитанников, и учителей здесь стало процентов на 30 больше. Каждый год результатами экзаменов, тем, что количество детей увеличивалось здесь, показывали, доказывали всем, что здесь школа нужна. Ее нужно здесь строить, ее нельзя здесь закрывать. И нас услышали. Услышали, выделили средства, и школа стоит. В школе есть и актовые, и спортивные залы. Столовая, которая больше напоминает современное кафе. Проект делали, как говорится, на вырост. Мэр Анатолий Пахомов признался, что население города растет быстро, и муниципалитету приходится строить все новые и новые учебные заведения. За последние 7 лет мы построили 20 объектов детских дошкольных учреждений. Вот эта вот школа у нас шестая. Но в строительстве находится еще корпус школы номер 100, веселая, и к концу года будет введена. Идет строительство школы в Совет Кваджи. Строим детский сад в ЛАО. Мэр заверил, что и дальше город будет строить социальные объекты так же активно. А на будущий год планируют создать сразу 4 школы и 2 детских сада. Более 2,5 тысяч сочинских школьников на День знаний пришли в форме от общественной организации «Лига женщин МОЗ Добра». Традиционная благотворительная акция ежегодно дает возможность детям из малобеспеченных, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получить бесплатно комплект школьной одежды, причем подобранной с учетом требований каждой отдельной школы. Тему продолжит Татьяна Говоркова. В первый раз в первый класс новоиспеченный ученик 8-й гимназии Альберт Зангиев на День знаний пришел в красивом костюме. Рубашка, брюки и жилетка были шиты по его индивидуальным меркам. Выглядеть с иголочки помогла общественная организация «Лига женщин МОЗ Добра», говорит мама Альберта. Такой подарок на 1 сентября очень нужен. «Лиге Добра» спасибо за поддержку, понимание и добро, милосердие, наверное, отчасти. У меня два ребенка, я воспитываю как бы сама, качественная, хорошая форма, от жилета, брюк, рубашка, все отлично. Нам очень нравится, и он чувствует себя мужчиной. Школьная форма «Лига и женщин МОЗ Добра» была подарена не только ученикам начальной школы, но и старшеклассникам. Эта форма мне очень нравится, она сделана очень качественно, очень красивая, в такой форме, очень приятно ходить, и очень хочется получать знания, хорошие оценки. Я очень рада, что я смогла получить эту форму. Красивых и нарядных школьников еще на подходе ко всем образовательным учреждениям сегодня ждал сюрприз. Ну что, давайте зеленый, пойдемте. Пойдемте, а я обнимем нашего котика. Котик, не тебе, а на удар, ты все понимаешь. На пешеходных переходах ребят встречали и провожали через дорогу сказочные герои в каждом районе, разные персонажи. А полицейские раздавали памятки со знаками дорожного движения. Хотим привлечь внимание водителей, что вернулись дети, чтобы они были более внимательны. И напомнить детям, как переходить дорогу. Привлекли мы и управление культурой с ростовыми куклами, с какими-то персонажами, и также наши учителя участвуют. Межведомственная акция «Безопасность по дороге в школу» на курорте проводится во второй раз. В понедельник во всех школах пройдет занятие по безопасности дорожного движения, которое проведут сотрудники ГИБДД. А в третьей сочинской школе сегодня вручали грамоты полицейские. Два ученика награждены за смелость при задержании воров. За проявленные смелость, мужество и помощь в задержании подозреваемых учащимся гимназии номер 3 Егору Заднепровскому и Андрею Заливадному были вручены памятные подарки и грамоты. Они помогли женщине, у которой во время игры со внучкой на детской площадке пропала сумка. Мальчишки, не раздумывая, побежали искать вероятных преступников. В недостроенном здании заметили двоих несовершеннолетних, ребят, у одного из которых в руках была похищенная сумка. Просто людям помогал. Жалко стало женщине. Я видел женщину старую, попросил помочь. А страшно? Нет. Не испугавшись, школьники задержали злоумышленников и отвели во двор, где женщина узнала свою сумку. Самих задержанных они передали прибывшим на вызов сотрудникам полиции. Ну и 1 сентября в Сочи превратили еще и в день футбольных знаний. Специализированные уроки по этому виду спорта в преддверии чемпионата мира прошли в 10 школах города. В первую гимназию пришел человек, чье имя ассоциируется с понятием сочинский футбол. Это Гоча Гагричиани. Он играл еще за юношескую сборную Советского Союза, потом выступал за «Жемчужину» и стал ее главным бомбардиром, забив 72 мяча. Он провел небольшую разминку со школьниками, а до этого им рассказали, в каких городах пройдут матчи российского чемпионата мира, на каких стадионах. Отдельное внимание уделили подготовке к мундиалю в Сочи. Другими словами, сейчас делается все, чтобы Сочи стал по-настоящему футбольным городом. 1 сентября праздник не только у школьников, но и студентов. В Сочинском государственном университете будут учиться студенты из разных стран мира и регионов России. Об этом сегодня заявила ректор вуза Галина Романова на торжественном собрании по случаю Дня знаний. Оно по традиции состоялось в концертном зале фестивальной. Расскажет Елена Овсецина. Из 7 тысяч желающих поступить в СГУ, 1200 уже зачислены. Продолжается прием на заочную форму обучения в магистратуру и аспирантуру. География студентов говорит о большой популярности вуза. Студентами Сочинского госуниверситета стали представители 47 регионов России и 15 стран мира. Я слышала раньше об этом институте и как бы в Сочи, город туристический и факультет у меня сервис туристических агентств, ну и поэтому выбрала именно этот вуз. Очень рада, что сюда поступила. Я думаю, что именно этот вуз предоставит мне полной возможности просто раскрыть себя. А у студентов СГУ действительно большие возможности. В этом году он начинает работать в новом статусе опорного вуза, то есть готовить высококвалифицированных специалистов для региона и участвовать в его развитии. На сегодняшний день уже подписывала много интересных соглашений со стороны университета, в рамках которых будут выстраиваться и образовательные программы, и также научная деятельность. Это соглашение с Леонтьевским центром, с правительством Кабардино-Балкарии. Сейчас готовится соглашение с группой в отель из Франции. Мы ожидаем большую делегацию для того, чтобы реализовать программу двойных дипломов. Сегодня молодежь приветствовали представители университета из Северной Аризоны. Они приглашают весной лучших студентов СГУ на бюджетное обучение на один семестр в Америку. Поедут наши ребята на курсы в Южную Корею. В Сочинском госуниверситете много лет действует программа по обмену студентами. Такое международное сотрудничество активно поддерживает депутат Госдумы Константин Затулин. Надеюсь, что в ближайшие годы Сочинский университет будет набирать обороты. И становиться уже по устойчивой традиции центром притяжения для ищущих молодых людей. А студенты СГУ в этом году примут участие в качестве волонтеров во Всемирном фестивале молодежи и студентов. На следующий год будут задействованы в Чемпионате мира по футболу. На базе СГУ также пройдет российско-казахский и российско-абхазский форумы «Школа лидерства». Елена Апсицына, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. День знаний сегодня отметили и в Международном инновационном университете. Праздник получился интересным и запоминающимся. С любовью к первокурсникам и с пожеланиями знаний всех студентов на входе в Международный инновационный университет встречали код ученый и пламенное сердце. Сделать с ними памятную фотографию, пожалуй, хотел каждый, ведь не каждый вуз так тепло принимает своих студентов. И это далеко не единственное отличие МИУ от других университетов. Университет действительно оправдывает свое название, так как здесь образовательные программы помогают написать магистрскую диссертацию, взаимодействовать с иностранными коллегами. Есть возможность участвовать в конференциях международного класса. О всех возможностях, которые предлагает Международный инновационный университет своим студентам, рассказали и наглядно показали во время празднования Дня знаний. В актовом зале собрался педагогический состав вуза и колледжа. И, конечно же, главные герои сегодняшнего дня – первокурсники. В присутствии ученого Катаем были вручены заветные студенческие билеты. Алиса Якутина стала первокурсницей по направлению международные отношения. И, зная точно, выбор сделала для себя отличный. Это единственный вуз в Сочи, который готовит и выпускает бакалавров по данному направлению. Студенты проходят практику в самых престижных организациях города, участвуют также в международных мероприятиях в Сочи. И, если честно, я уже с нетерпением жду начала учебных занятий и возможность принять участие, которое проводит университет с участием иностранных гостей. Международный инновационный университет входит в десятку самых престижных вузов страны. Славится он не только научными достижениями, но и творческими. И в День знаний песни и танцы в исполнении лучших студентов уже давно стали доброй традицией. Мы желаем счастья вам! Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сегодня двери для своих учеников открыл и Кубанский юридический колледж. Он по праву считается одним из самых сильных учебных заведений курорта. Здесь проходит обучение по самым востребованным на сегодняшний день, в том числе и в Сочи, специальностям. Сегодня в аудиториях Кубанского юридического колледжа уроки, посвященные началу учебного года. В честь праздника студенты в парадной форме – белые рубашки, шевроны, лычки. Так выглядят будущие правоохранители. Только на эту специальность в Кубанский юридический колледж в этом году поступило более ста студентов. В нашем колледже есть специальность правоохранительная деятельность, экономика и бухгалтерский учет, гостиничный сервис и программирование в компьютерных системах. Появилась тенденция, что школьники больше не идут в 11 класс, а выбирают среднепрофессиональные учебные заведения, для того, чтобы сначала получить образование и опыт в колледже, базовый уровень, а потом уже поступают в высшие учебные заведения. У этого колледжа очень хорошая репутация по всему городу. У нас перспективы в будущем. Мы можем пойти работать в любую организацию. Наши дипломы дают нам такую возможность. Значительный плюс – с этого года здесь есть и бюджетные места. Колледж – единственный среди негосударственных учебных заведений Сочи, который дает возможность лучшим абитуриентам учиться бесплатно. Ну а значительные скидки на обучение получают и те студенты, которые активно проявляют себя в общественной жизни, творчестве и спорте. Кубанский юридический колледж воспитывает сегодня детей действительно в определенном духе, для того, чтобы они могли не только получать свой образовательный ценз, но и, по крайней мере, могли развиваться. Это и КВН, это различные детские площадки, где у нас студенты на сегодняшний день в летний период принимали участие. Это ряд мероприятий, куда их приглашают и задействуют именно так, чтобы они смогли состояться. Специальности, по которым обучают в Кубанском юридическом колледже, сегодня очень востребованы. Учебное заведение сотрудничает с целым рядом городских компаний и организаций. А это значит, что после окончания колледжа вопросов с трудоустройством у выпускников точно не будет. Галина Моисеев, Ольга Десятый, Вадимир Даниловский, телекомпания, ФКТ. И к другим новостям. Покинул пост. Руководитель Краевого департамента информатизации и связи Игорь Скобелев освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Скобелев уволен с государственной службы в связи с утратой доверия. Проверка, проведенная в отношении уже бывшего руководителя департамента информатизации, показала, что он не выполнил обязанности и не поставил в известность работодателя о возникшем конфликте интересов. Игорь Скобелев возглавлял департамент информатизации и связи с июля 2016 года. 10 сентября в Сочи стартует 18-й ежегодный открытый фестиваль органной музыки. В этом году он будет посвящен 80-летию Краснодарского края. Ежегодный фестиваль органной музыки начал свою историю в 2000 году. За 18 лет существования в нем приняли участие лучшие органисты России, Украины, Молдовы, Литвы, Польши, Венгрии, Японии, Франции, Италии, Финляндии, Германии, Англии, Чехии и США. Фестиваль выходит за рамки сугубо музыкального мероприятия и представляет собой настоящий мост дружбы между разными странами. Ежегодно программы фестиваля украшали музыканты из городов Побратима в Сочи. В этом году откроет фестиваль 10 сентября в 17 часов известный исполнитель из Белгорода, лауреат международных конкурсов Тимур Халиулин и Сочинский симфонический оркестр под руководством Олега Солдатова. В Сочи в очередной раз проводит тренировочные сборы команды России по тяжелой атлетике. На этот раз в Южную столицу прибыли две команды. Это девушки и женщины. Они готовятся в Сочи к крупным международным турнирам. Молодежь, например, к первенству Европы, которая пройдет уже в этом месяце. Учебно-тренировочные сборы здесь, именно в городе Сочи, мы шлифуем последние недостатки, которые у нас есть. И, естественно, мы, особенно среди юношек, смотрим тот резерв, который у нас есть в женской тяжелой атлетике. И их мы набираем для дальнейшей работы. Вообще сборы в Сочи национальная команда по тяжелой атлетике проводит регулярно. Здесь для штангистов созданы все условия. Не так давно на базе Югспорта открыли зал для тяжелой атлетики со всем необходимым для этого вида спорта оборудованием. Помогает также морской воздух и мягкий климат. Ну а что касается планов на предстоящее европейское первенство, медали обязательно будут, пообещал главный тренер сборной. Спортсменки находятся в оптимальной форме. Вновь целая кладовая полезных элементов доставлена в наш город компанией «Рыбак Камчатки». Это рыбная продукция, которая будет представлена на выставке, ярмарке «Православие и мир» со 2 по 7 сентября в выставочном центре на Несебрской 1Б. И в этот раз «Рыбак Камчатки» предлагает сочинцам более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов, в том числе настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно со 2 по 7 сентября в павильоне «Рыбак Камчатки» в выставочном центре на Несебрской 1Б. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.